В сегодняшней передаче Дигитарк мы поговорим о новых трендах в сфере обслуживания, о новых платежных решениях, в частности о мобильном кошельке МТаску. И у нас в гостях представитель Кауба Майя Групп Рене Пац. Здравствуйте, Рене. Здрасте. Спасибо, что пришли к нам. Спасибо за приглашение. И вот МТаску это неразрывно связано с Кауба Майя Групп. Кауба Майя Групп стала первым таким крупным розничным предприятием, которое начало пользоваться таким новаторским решением. Но вы же не просто так пришли к этому решению. Какие-то тенденции в сфере обслуживания изменились? Что происходит вообще сейчас? Ну да, мы видим, что все платежи, они постепенно перейдут в мобиль. И в тот момент на рынке не было такого предложения или решения, которое мы могли бы сами брать и начинать с нуля. И в деле я пришел, делал такое предложение. Мы с удовольствием сказали свое «да» и начинали проект с вами. Сегодняшний покупатель, он отличается от покупателя вчерашнего? Он приходит в магазин и ведет себя как-то по-другому? Конечно, все время все меняется. И человек оценивает свое время все время больше и больше и больше. И для него очень важно, чтобы покупки стали для него, чтобы он мог сделать свои покупки намного быстрее и удобнее. Если возвращаться обратно к вопросу МТаску, к этому платежному решению, я так понимаю, что используется оно примерно год, чуть-чуть побольше уже в Каупа Майя. И недавно была наша совместная компания, и вы остались довольны ее результатами. Люди используют МТаску уже больше, чем год. И до этой компании у нас было около 20 тысяч клиентов. И с этим компанией мы получили новых около 10 тысяч клиентов, которые стали использовать партнер как МТаску. Да, вообще МТаску сделала, конечно, большой прорыв в этом году. Мы видим, как увеличилось количество сделок, мы видим, как увеличился оборот, который люди готовы платить за свои покупки с помощью мобильного телефона, но некоторые не решаются добавить банковскую карточку в мобильный. Вы тоже замечаете эту тенденцию? Да, это видно, что почему-то я думаю, что человек сейчас или сегодня еще не готов регистрироваться в банковскую карту, что может быть кто-то найдет его телефон. Я думаю, что МТаску намного безопаснее, чем обыкновенная банковская карта. Телия постоянно что-то делает для того, чтобы развивать МТаску. Конечно, это не готовый продукт, как Таллинг, который постоянно строится. Вы как представитель большого пользователя, торговцев, что вы со своей стороны могли бы посоветовать Телия, чего не хватает вам в МТаску? Думаю, что было бы хорошо, если клиент мог через МТаску давать обратно какую-то оценку, оценку насчет товаров или обслуживания и так далее, и наоборот, чтобы магазины могли бы общаться с клиентом через МТаску. Кауба Майя Групп всегда старается идти много со временем и какие-то инновации предлагает. Может быть, что-то появится в ближайшее время, если это не секрет? Да, в этом году мы выходим с новым решением для платеж. Я думаю, что наши клиенты будут очень довольны об этом с этим. Я думаю, что ваше решение еще раз говорит о том, что мобильные платежи или вообще разнообразие систем платежей такая горячая тема. Все стараются что-то предложить, и Apple стараются что-то предложить, и игроки поменьше, и вы тоже. И это один из новых трендов? Конечно, и я уверен, что в этом году в нашем рынке появятся и Apple, и Google. А вы сами пользуетесь МТаску? Конечно, каждый день. Да. У нас в гостях был Рене Патти с Кауба Майя Групп. Мы беседовали с ним о новых трендах в сфере обслуживания и о мобильном кошельке МТаску. До встречи в новой передаче «Дигитарка». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова